доброе утро ребятушки обещанные бумажки обещанные бумажки помните я ходила 25 октября узнавать за свою пенсию ну давайте начну сразу кому не интересно они сразу отойдут в сторону сказали молодая озорная иди работай рано тебе еще на пенсию а вообще дело очень серьезное и и давайте начнем с нуля все это дело распечатали видите сколько годков работы виталии и так моя трудовая деятельность виталии по белому не по черному по белому если будет иногда булькать у меня стирается стиральная машинка обстановка вполне домашняя так что вы уж не обвисуйте сижу тут перед тем как поехать на работу и с вами разговариваю вид тоже пижаму так что вы бачайте моя трудовая деятельность виталии по белому началась с двухтысячного года это после того как я сделала себе permesso sojourno вы знаете мою историю giovanni orlando кому интересно зайдите у меня эта история есть как нас с италии выселяли как мы туда опять попадали что что с нами по дороге сколько было приключений но мы сейчас не о том мы сейчас разговариваем о пенсиях и здесь в каждой строчке где я работала что я делала какой год это были месяцы или это были воды но это вот такой нескончаемый список ребята поэтому я и дня без работы естественно не сидела а то и не одна работа была той 2 в итоге они меня сейчас спросили а вы сейчас работаете мой ответ был конечно да если б я в данный момент не работала можно было бы ускорить процесс ухода на пенсию но давайте все по порядку во первых какая виталии бывает пенсия бывает пенсия социальная и бывает пенсия накопительная как у нас контрибутива как как у нас у всех что вы работаете оплачиваете пенсионные взносы и уходите как положено на пенсию так вот если бы мне прошлом году исполнилось 58 лет а мне они исполнятся только на следующий год то уже я бы могла уйти на пенсию ребята потому что была опциона дом на то есть специальная пенсия для женщин такого возраста сюда мы не попали потом есть пенсия которая была вернее пенсия которая заканчивается в этом году называется кота чем-то квота 100 что такое 100 это суммарная пенсия если вы 38 лет проработали проплатили и вам исполнилось 62 года наше итальянское правительство сказала что это очень тяжело государству оплачивать такую пенсию поэтому они поменяли квоту 100 на квоту 102 то есть в 64 года при 38 летнем стаже вы можете уходить на пенсию я с собой взяла еще свою трудовую книжку с украины не важно я гражданин италии не гражданин италии я могу запросить годы работы вестера кто-то мне сказал украина не входит это неважно ребята все это можно сделать и если бы у меня там годков у меня там годков прилично но тех тех годков которые я отработала на заводе имени петровского городе херсоне их недостаточно там всего 13 лет 13 с копейками вот 20 лет здесь и 13 там 33 ни туда ни сюда потом я была частным предпринимателем частным предпринимателем я не помню платила и пенсионные взносы не платила это так было давно и неправда же я просто действительно этого не помню когда я у меня будет возможность съездить на украину пойти в налоговую и посмотреть и все это распечатать я могу это суммировать привести сюда и в доказательство если тут 20 то мне надо на украинских собрать 18 лет если я это смогу сделать но мне надо чтобы не исполнилось 64 года понимаете то есть как то что то не складывается вот есть социальная пенсия на которую ты уходишь в 67 лет 67 лет если у тебя за душой ни квартиры ни жилья жилье моё кто кто у меня новенький на канале мне еще за него платить и платить это ипотека это не у меня в желудке вот 67 лет можно уйти на социальную пенсию для иностранцев социальная пенсия составляет где-то около 600 евро каждый раз эта пенсия немножко меняется поэтому сказать вам более точную цифру то она была 500 то ее подняли то ее в общем каждый день что-то меняется но есть такой закон если вы уезжаете на свою родину и находитесь там более 30 дней то есть 29 дней вы можете находиться в отпуске если вы находитесь более 30 дней вам какой-то месяц уже не начисляют эту социальную пенсию если вы находитесь течение года у себя на родине вы эту пенсию теряете навсегда такие вот законы но есть еще один закон ребята есть если у нас есть такие бабулечки красотулечки которые приезжают в италию которым уже далеко за 60 до так вот для вас тоже есть пенсия итальянская и там всего надо пять лет работы и отчисления в пенсионный фонд семьдесят один год семьдесят один если у вас есть здоровье и вы в течение 5 лет проплатили вот эти пенсионные взносы вы можете уходить на пенсию это тоже будет какая-то минималка но это будет не социальная а это будет самая настоящая пенсия потом естественно достаточно 20 лет выплаченных пенсионных взносов они у меня вот здесь имеются эти 20 лет вот но я не достигла пенсионного возраста внешние 67 лет мне 57 лет поэтому тут тоже вот такой раз попали просак не получается потом есть еще так как было опционы дон на 58 в данный период когда период вот этого всего мирового заболевания скажем так кто-то остался без работы если б я в данный момент не работала а я числюсь на двух работах поэтому тут никак есть специальное пособие есть называется ready to die читаде нанса вот и или если вы достигаете предпенсионного возраста то возможно вас раньше отправляют на пенсию но это каждый случай рассматривается по отдельности потом был задан вопрос иночка мне задала по поводу зачем мы делаем декларацию о доходах я в этом видео на него отвечу зачем мы делаем виталию декларацию о доходах да допустим у меня есть мое жилье и у меня есть по итальянски называются интересы пассиве della банка что это такое мы за за ипотеку естественно мы платим определенные проценты когда ты делаешь декларацию о доходах тебе государство какую-то часть этих денег возвращает у меня эта сумма ну где-то 250 раньше она была где-то до 300 евро в год зачем их выбрасывать если тебе их возвращают поэтому делаем декларацию если ты работаешь на двух-трех работах течение двух-трех в течение года ты меняешь две-три работы декларацию о доходах надо делать обязательно у меня один раз алена тоже попалась на этом она работала в одной фирме но нашу фирму были продали перепродали там я работала кто за моими видео видео следит тот знает приблизительно эту историю и вот когда уже алена попала к французам работать тут ее бывший начальник спохватился что она ему нужна и он ее обратно выдернул и перевел в нашу бывшую фирму так вот алена в этот момент не сделала декларацию о доходах вы знаете какой ей пришел штраф она просто забыла потому что она работает с косметикой одна фирма вторая фирма ну что-то знаете не делала на этой декларации больше тысячи евро пришел штраф ей пришлось эти деньги уплатить со штрафами тут вы не можете их не оплатить потому что это идет дальше на штраф нарастает пеня на пеню нарастает там еще в общем ребята могут забрать машину могут арестовать квартиру все это как положено мы находимся в европе вот что еще по пенсиям что еще по пенсиям социальная пенсия я вам уже сказала 67 лет но у вас за душой не должно быть ничего как делают некоторые итальянцы допустим они на себя ничего не оформляют они оформляют все на жену на детей и сами работают по черному и когда приходит период ухода на пенсию они просто получают эту социальную пенсию и все чтобы не платить есть у меня такие знакомые мне и машину ремонтировали механики очень многие люди так живут я не знаю сейчас период вот этого всего когда у нас есть какая-то база что нам государство кое-что выплачивает а те которые работали по черному выплачивают ли ли им что-то вряд ли потому что они заявлены то есть они не заявлены что они работают вот на чем мы остановились с моей пенсии сумму которую я уже себе сформировала то есть моя пенсия называется пенсионной прематура то есть она еще не созрела она еще не дородилась и недоношенная давайте так скажем моя пенсионная прематура составляет четыреста девятнадцать евро у меня тысячу тридцать три недели и на чем мы остановились мы остановились на том что я к ним приду через год ровно через вот она говорит сеньора давай говорит сейчас мы все это оставим как есть и через год ты придешь потому что законы каждый день меняются мы мы сами не знаем в какую сторону может быть за это время человек потерял работу и тебя решили отправить на пенсию может тебя решили отправить в дезокупационе то есть давать тебе пособие по безработице если ты потерял работу в италии после 55 лет есть пособие по безработице как которая называется на спи если у тебя там годы по по моему четыре года если ты до этого работал без перерыва то тип тебе в течение трех лет оплачивают пособие по безработице а вообще это на спи длится два года для всех нормально то есть я уже переступила тут порог если я завтра останусь безработице я буду получать в течение трех лет пособие по безработице после пособия это я вам говорю худший вариант что может произойти потому что непонятно что творится в мире вот если после трех лет я не нахожу работу а тебе все вот эти социальные службы звонят предлагают какие-то работы если эти работы каким-то образом тебя не касаются тебе не звонят не предлагают то потом идет рэддито дичит агинанса что такое рэддито дичит агинанса доход от государства если ты в течение десяти лет прожил в италии и ты иностранец ты имеешь право получать этот доход если у тебя твой доход составляет там не более где девяти тысяч трехсот шестидесяти евро в год но это тоже рассматривается если у тебя были какие-то есть у меня девочка из эквадора она просто перестала платить свою ипотеку и нее доход составляет три тысячи чем-то ей это рэддито дичит агинанса не дали почему потому что она полужник понимаете поэтому тут все очень серьезно каждый случай рассматривается чисто персонально и поэтому за всех вот так вот за за весь скоб вот это вот сказать нельзя так что ребята я на следующий год поеду опять к своим синдакалистам это все бесплатно почему бесплатно потому что я им оплачиваю тессерину за год она стоит где-то 50 евро по моему и они мне делают и декларацию о доходах и вот эти вот пенсионные все считают и все вопросы если мне надо было сейчас сделали итальянское гражданство кстати не имеет никакой разницы имеешь ты итальянское гражданство не имеешь ты итальянское гражданство у тебя есть вид на жительство который без даты в общем уже безвременный поэтому это одинаково что мне еще посоветовали у этих синдакалистов они мне посоветовали не трогать украинскую пенсию они мне говорят когда ты достигнешь пенсионного возраста у себя там на украине за те годы которые ты проработала ты просто попросишь у них вторую пенсию потому что здесь твоих лет твоих 20 лет будет достаточно понимаете вот такое приблизительно получилось у нас видео конечно вопросов ответить на все вопросы это невозможно законы меняются каждый день но я думаю что в курс дела я вас вела то что я обещала я сделала так что всем пока я сейчас собираюсь покажу вам погодку и еду на работу у меня даже в квартире уже осень видите пожелтелых бедалах и вот вам погода вчера было всего плюс 13 но сегодня я думаю и не жарче ребята прохладно квартире плюс 17 слышно красота колокола звали пока ребятушки увидимся завтра